Пристально присматриваясь к отдыхающей на пляже публике и выискивая взглядом возможные нарушения, отправляется в патруль младший сержант милиции Алексей Кочановский со своей коллегой и помощниками, представителями молодежного отряда охраны правопорядка. Ситуация в норме, но чтобы она такой и оставалась, сотрудники милиции действуют на упреждение. В данном случае напомнили маме четверых детей Евгении, как вести себя во время отдыха у воды. Чтобы вещи свои не оставляли, следили за детьми, за их здоровьем. Родители, которые пришли с детками, внимательно следить за детьми. Там им специально оборудованное место, чтобы они строго купались в специально отведенном для них месте. Данных правил Евгения старается придерживаться, а тем более, что с семейством отдыхает на пляже не в первый раз. У водички с детками я предпочитаю находиться на бесплатном расстоянии от воды, потому что не всегда можешь углядеть много детей. Наблюдаю родители, выпивают алкоголь, забывают про детей. То есть вот это же самое простое возле мангалов. Мне смотрят, что дети могут подойти и дотронуться. И очень много стекол возле мангалов. Ну, не так, как ко мне, как стекол. Разбивают. То есть не умеют родители культурно отдыхать. Хотя мусорки у нас стоят уже везде. И таким неряхом милиционеры вправе сделать замечания. И отреагировать на них каждый, уважающий себя порядочный, отдыхающий, просто обязан. Внушаемые, реагируют позитивно, положительно, я бы сказал. Подходишь к гражданам, все понимают, когда делаешь предупреждение, либо замечание устное. Проводишь также профилактические беседы. Выкупаются люди в основном там, где положено у нас здесь. Распитий спиртных, алкогольных напитков, я бы сказал, у нас очень мало стало, так как наряд каждый день задействован в зоне патрулирования. Меньше таких нарушителей еще потому, что все хорошо знают, милиционеры мимо нетрезвого человека или же посетителя пляжа, ведущего себя агрессивно, не пройдут. Не прошли, когда обнаружили этого молодого человека под шофе. Парень не перечил правоохранителям. Если бы последовала неадекватная реакция на действия сотрудников милиции, меры были бы более жесткие. А так можно делаться и предупреждением. На первый раз делаем замечание, если человек адекватный и все понимает, то, что он нарушает статью именно 19.3 Кодекса об административных правонарушениях. Если человек не понимает, далее проезжает с нами, свидетельствуется и ему выносится. Если на первый раз это постановление, освобождение от административной ответственности с вынесением предупреждения. Однако при повторном аналогичном правонарушении, того, кто его совершил, ждут штрафные санкции. На данный момент выявлено 12 административных правонарушений. Из них 7 по линии ГАИ. Обычно там установлены знаки движения запрещено. Люди игнорируют данные знаки и заезжают в зону действия данных дорожных знаков. На сегодня в Пинске два городских пляжа, где разрешено отдыхать и купаться. Еще одна определенная для этого локация – место отдыха в районе Козляковичей. Сотрудники милиции регулярно будут наведываться и туда, чтобы контролировать ситуацию и напоминать гражданам. В любом месте нужно отдыхать культурно и по правилам. Продолжение следует...